Закон Паскаля и современная техника. Поэт Маяковский сказал так, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. Водопровод давно был изобретен, вот мы сейчас в той или иной форме его используем. Закон Паскаля, это несколько столетий назад, он звучит так. Жидкости, как и газы, передают оказываемое на них давление по всем направлениям, без изменения величины давления. И вот сейчас я хочу рассказать о том, как этот закон используется в таком прозаическом устройстве, но крайне необходимом, как сливной бачок, который есть в каждой современной квартире. Значит, как действует эта система? Есть некоторый сосуд, в который вступает вода, заполняется до определенного уровня, потом перекрывается вода, вода выливается, и потом снова надо будет наполнить его, автоматически отключив в определенный момент времени. Самый простой способ автоматически отключать, это такой. вот поместить под трубой, которая сюда попадает, по которой течет вода, поместить поплавок, допустим, вот такой шар. Система будет работать очень просто. Когда вода поднимется высоко, этот поплавок всплывет, и упрется в эту трубу, и в конце концов прижмет, и не будет вода потекать. Согласны? Очень простой механизм, всего им надо. Это вот шар, здесь такой вот пластмассовый, там резиновый, чтобы он тут... Минимум движущихся деталей, очень простая конструкция. Подумайте, почему она практически нигде не используется, в чем доставка этой конструкции. Потому что шарик может куда-нибудь уплыть. Что? Шарик может уплыть. Так, понять, можно ли тогда для него сделать такие направляющие, поместим его в цилиндр, такой сетчатый цилиндр, чтобы... А, под него не пройдет. Что? Чтобы он ходил только там, вот, сеточку такую для него сделать, чтобы вот он мог ходить, только вверх вниз. Я думаю, что так вода сливается, она как бы может оттолкнуть шарик, не дать ему какую-то... Ну, шар оттолкнет, но здесь сила Архимеда снизу, и сила Архимеда прижмет... А, ну, шар прошли в воздухе. Ну, раз будет сеточка, то вода будет выливаться из-под шара. Что значит вода из-под шара? Вот шар поднимается, вода поднимается, шар поднимается, в конце концов шар примет вот такое положение, и все, и закроет вот так. Чем сильнее будет, чем сильнее будет, когда крышет локтем, сильнее будет давление. И в итоге, из-за невозможности реализовать это давление вниз, это пойдет на разрушение крепежей и остальные... Как это на разрушение крепежей? Когда вы краном перекрываете воду, разве у вас водопровод разрушается? Если мы закроем кран, если мы закроем кран, ну, не их закроем, а просто перекроем вот это... Перекрыли? Да, но надо продолжать длиться, либо давление будет... Нет, как оно будет длиться, если мы как пробка его заткнули трубой? Как она будет длиться? То есть давление будет продолжать расти? Нет, ну, давление-то есть, но сила Архимеда, мы возьмем шар такой, что сила Архимеда и закроет эту трубу, и все. Но тогда это пойдет в обратную сторону? Ничего не пойдет, вода будет стоять в трубе, и все. Нет, он будет продолжаться выйти туда. Почему? Если мы заткнули... ну, за шаром заткнули... Водам продолжать накачиваться, а не имеют в виду? Да. Если вот это, просто взять шланг, включить его, взять за один его конец, вода, раз, будет разрешение шланг, он заберется, либо у вас просто не хватит цены, чтобы его сжать. Вам придется отпустить вода... Нет, так как обычный кран делается, вот сечет вода, мы кран закрываем, и все, ничего не разрушается. Савел Ильич, проблема в том, что они не знают, как устроен обычный кран. Это дети Москвы. Это дети 21 века. Они вообще никогда не смотрели, как там канализация работает, и как кран устроен. Они, правда, это не знают. Кстати, ребята, это страшная вещь. Вот это рано или поздно приведет к большой-большой беде. Пока еще есть какие-то люди, инженеры, которые понимают, как все устроено, будет все нормально. Как только к жизни, в работу войдет ваше поколение, людей, которые воспитаны на московских центральных диаметрах, что-то такое, да? Это значит, что вы не понимаете разницу между диаметром и так далее. Вы спокойно слышите московский центральный диаметр. Людей, которые в принципе не понимают, как работает кран и так далее, это же все поломается. Это же все взорвется. Вы знаете, сейчас пытаются построить в Москве сильно многоэтажные дома. Знаете? Отлично. А вы знаете, что для них в принципе не существует система пожаротушения? Ну, конечно. Отлично. Вопрос, что будет с людьми, которые будут жить на 60-м этаже, когда сгорится... Принципиальную схему. Смотрите, вот труба, в которой находится вода. В трубе есть поршень, который может перемещаться. Когда мы крутим вот здесь вот по резьбе, то вот он перемещается сюда-сюда. В трубе есть вот такая дырочка. Вода вот так вот сечет. Это кран открыт. Когда мы закрываем кран, крутим там барашек, то у нас этот поршень перемещается, переезжает вот через эту дырочку, и оказывается вот здесь поршень. И тем самым вода не льется. Все. Вот так работает кран. Когда мы открываем, мы крутим барашек и перемещаем поршень назад, так, чтобы открылась вот эта вот дырочка. Больше или меньше. Если вот на полность вот это, то сильный поток воды. Если вот так поставить поршень, то будет слабо течь вода. Вот так работает поршень. Поэтому закрыть, прекратить поступление воды вот таким вот шаром, теоретически можно. Снизу сила Архимеда прижимает резиновый шар, или пластмассовый, очень плотно прижимает сила Архимеда вот сюда, здесь вот на шар. Сила Архимеда. С этой стороны вода давит. Ну вот, уравнялись, и вода закрыта. Подумайте, почему такая система не работает. Почему такая система не работает. Дело в том, что очень сильный напор здесь. И тогда вот этот шар надо брать очень большим, очень большим по объему, чтобы была большая сила Архимеда. Вот труба, из которой вступает вода. Здесь укрепляем такую засолку, которая может вот так вот вращаться вокруг точки О. Эта конструкция вот видите такая, Г-образная, буквой Г. А вот она длинная, эта конструкция, то есть вот это плечо очень длинное, и здесь помещают шар воздушный, поплавок. И поэтому, смотрите, когда вода наполняется в резервуар, этот шар всплывает под действием силы Архимеда. Рычаг поворачивается вокруг точки О, и вот эта вот заслонка, вот эта заслонка прижимается к трубе, вот к этому, к этой форсунке, и поступление воды прекращается. Чем длиннее рычаг, тем сильнее, больше соответствующий момент силы Архимеда. И мы можем преодолеть здесь большое сопротивление, большое давление воды. А вот в современных, здесь работает рычаг Архимеда, да, и все, Архимедов рычаг. А есть современные конструкции, в которых работает закон Паская. Вот сейчас я хочу вам его рассказать, потому что с этим связана интересная история. В свое время вот у меня сломался этот вот самый механизм, и мне захотелось разобраться, как же он работает. Я отправился в магазин, а мне не просто хотелось, просто взять и заменить, я думаю, может как-то подничь, подчинить, что же там работать. Отправился в магазин, справженный подорцов, никто не может объяснить, как он работает. В конце концов, я разобрался, литературу пришлось соответствующие почитать, там, по гидравлике и прочему. И оказалось, что это устройство имеет очень серьезное название. Я его не помню, сейчас скажу. Этот механизм называется, он использовался в ракетных двигателях, там, для прекращения поступления топлива, называется регулятор непрямого действия с гидроусилением. Вот такая технология техническая. Так вот, как работа устроена современная, миниатюрная. вот у нас течет вода, которая выступает, которую мы должны перекрыть. И делают вот что. Делают маленький отвод, маленький отвод, тоненькая трубочка. Так, здесь устанавливают, значит, она попадает в цилиндр. В цилиндр. Вода здесь, это вот основная труба. вода попадает, значит, течет и в резервуар, конечно, вот через это основное отверстие. И попадает еще вот в этот регулятор, как он называется там, непрямого действия. Эта вот трубочка очень тоненькая. А тут, смотрите, есть большой вот такой поршень. Большой поршень. А в этой камере есть совсем миниатюрная дырочка. Миниатюрная дырочка. Очень-очень маленькая. Намного меньше. здесь вот пусть у нас будет Д большое, диаметр. А здесь вот отверстие эпсилон малое, да? Знаете, какой буквы эпсилон? И поэтому что происходит? когда наполнится резервуар в воде, вот этот поплавок всплывает. И тогда мы вот эту дырочку перекрываем. Перекрываем. А теперь скажите, какую нам дырочку легче перекрыть? Большую вот из трубы или маленькую здесь? Все понимают, что маленькую, Маленькой там значит там полмиллиметра по-моему в реальной жизни. И когда мы это отверстие перекрыли, то вот здесь у нас устанавливается давление такое, какое в системе. Потому что это резервуар связан с этой системой. А давление в водопроводе очень и очень высокое. Значит, здесь вот у нас давление П и возникает здесь тоже давление П то же самое. И это давление при закрытой эпсилон отверстии начинает этот поршень двигать. Но поскольку поршень очень большой, площадь большая, то сила давления большая. И этот поршень прижимается вот к этому отверстию и перекрывает. Потому что здесь давление действует через отверстие Д, а здесь давление то же самое действует на площадь вот этого поршня. А мы знаем, что сила давления равна давлению умноженному на площадь. И поскольку здесь площадь большая, то этот поршень перекрывает вот это отверстие. Вот. Тем самым вот это устройство, вот этот рычаг можно сделать очень маленьким, потому что надо перекрыть малое отверстие. Вот такая удивительная конструкция. регулятор непрямого действия, потому что мы не это регулируем расход, а вот здесь регулируем, да еще с гидроусилением. Вот. а можно ведь, смотрите, можно вообразить, что и это отверстие, мы регулируем, закрываем точно так же. Можно вообразить такую вот цепочку, да?